Земля, на которой мы стоим, это бывшее кладбище, одно из старейших в городе. Отец Иоанн рассказывает, когда начали копать котлованы под фундаменты, оказалось, местами кости лежат просто вперемешку. Видимо, в советское время, сооружая на месте кладбище ВДНХ, особо не церемонились. Когда несколько лет назад начали храм восстанавливать, останки собирали и хранили в специальном контейнере, чтобы потом захоронить в крипте, по давней христианской традиции. И вот, после проведения божественной литургии митрополитом Барнаульским и Алтайским Сергием, часть останков, наконец, обрела покой. Все эти останки будут захоронены в храме. То есть не рядом с храмом, не на территории храма, а в самом храме они будут захоронены. Ну и будет возноситься по ним уже молитва, пока храм стоит, будет молитва за них возноситься. Останков много, они требуют бережного к себе отношения. Отец Иоанн пояснил, захоронение пройдет в несколько этапов. Когда будет следующее, пока неизвестно, просто потому что строительство в самом разгаре. Внутрь нас сегодня пока не пустили, там вовсю идут отделочные работы. И, кстати, благоустройство коснется уже этим летом и окружающий храм территории. Здесь впервые за много лет наконец-то появится полноценная прогулочная зона. К этому времени все останки должны будут помещены в крипту. И барнаульцы смогут любоваться видами аби и города, не думая о том, что ходят, как говорится, по костям. Можно сказать, что тогда советский период барнаульского Нагорного парка окончательно завершится. И в его истории наступит новый этап, будем надеяться, даже более светлый. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. Наши новости.